Попались? Что, правда снежья Юганска? Да. Так, скажите, дамы обычно говорят так, я полушутя говорю, лучше я по улице пройду голая, но не накрашенная никогда. В общем, не все готовы попасть в этот, под камеру. Хотите, выключу. А вот это вот, парни, отец. А, вот вы и есть железок. А, это я и есть железок. Всё понятно. Так, короче, выключаем камеру или поговорим. Для меня такие гости, особенно северяне. А если по поводу... В Ютубе будет выставлено. Если по поводу ваших саженцев... Так, тогда я с ней буду делать, да? Нет, по поводу ваших саженцев, это у меня муж занимается, Володя. А мне больше надо знать. Вот я не мешаю. Так. Потому что... Где вы собираетесь садить это всё чудо? На даче у нас. Где дача? В Нефтьюганске. Ну, вы спросите, какая широта? 60 с чем-то? 12 соток. Нет, широта географическая. Понятия не имею. Ну, это где? Это Тюменская область? Ну, конечно. Ну, всё ясно. Контимансийский округ. Ах, ну там у меня есть кое-кто из друзей уже. И даже кое-что растёт. Ну, в общем... Тюменская-то там южнее, она как уже большая земля считается. Всё. Понял. Мне мужчина в машине сказал, что его зять... Вот Володя, да? Садовод. Он занимается, да. Ладно. Так. Чё, слива? Ну. Сувенир Востока? Угу. Ну, здрасте. Добрый день. Не боитесь попасть в мою фотогалерею и... Нет, с удовольствием. И в видеогалерею. А я видеогалерею каждый день вашу смотрю и смотрю. Ага. Понятно. Можно вас спросить, как вас зовут? Владимир Фёдорович. Владимир Фёдорович. Можно Володя, просто я. А фамилия всё-таки? Зубков. Зубков. Очень приятно. Ну, меня вы уже знаете. Да. Так. Ну, что. Нефтьюганск. Какая широта? Ой, а я вот этого не знаю. Ну, здрасте, если вы там живёте. А, ну, мне надо. Ну, по моим понятиям, рядом полярный круг. Может, я ошибаюсь. Ну, не рядом. Ну, Ханты-Мансийский округ это, извините. Да. Север Тюмени. Север. Ничего не путаю? Нет. А не боитесь? А что боятся? У меня же всё растёт пока. Да. Ну, по крайней мере, вот ваши косточки были, и с косточек почти всё растёт. Ну, что прививаю, то умирает, то ещё и так. А скоро живёт? Ну, с косточек понятно. Во-первых, на месте. Корни целы. Так, прививка это хирургический шов. А вот прививки в том году сделал, вот такие на абрикосах, на ваших. Да. Такие этот мне прислал. С Челябинска. Латинков. Латинков. Латинков, Юра, да. Прививки вот такие выросли, прививки отмёрзли, абрикос опять 허ев kept in the main. А я бы говорил, они неубиваемые. А неубиваемые. Вот он неубиваемые. Но их можно сгноить. Друг, мне говорит. Друг тоже от вас, вы присылали. Посадил, и я dassel три уже пересаживал. Я говорю, зачем ты их пересаживаешь. Раза три пересаживал. Уже всё. Наверно сдох. То там строиться начнут, то там начнут. Жена говорит, надо здесь, надо здесь, и всё пересаживали. Уже, говорит сдох. Нет, гляжу, опять из корня полезли. Вот абрикос. Но я не обманул, когда сказал, что маньчжурцы не убиваемые. Не убиваемые. Я говорю, пусть он сидит, не трогайте его ничего. А, но зато что? Он говорит, единственное, кустом пошел вот так. Я говорю, ну и пусть он кустом идет, это нам лучше на севере. Хрен с ним, пусть кустом. Пусть кустом. Но самое главное, вы помните, что Железов утверждал? Маньчжурцы не убивают, маньчжурцы гноят. И гноят глубокой посадкой кустыки, и гноят, заглубляя корневую шейку. Вот, покажи пятнышко. Есть? Есть, есть, есть. Ну, с фирмой веников не вяжет. Все. Вот. Это пятнышко на юг. Сережа, ты на юге делал пятнышко? Да, конечно. Все. Вот они пятнышки. Так, теперь середина лета, не боитесь? Ну, в горшках ладно. В горшках ладно, я зато боюсь. Сережа, сильнейшая обрезка. Все, что получится, то получится. Я за персики волнуюсь. За это я не волнуюсь ни за чем. У меня уже все растет. Еще и пять. Ну, все. Нет, у меня рос, тут тоже ваш персик рос. А, Юра прислал. Вот такой же толстый был. Вот такой. Здоровый кустяра. От вычитанного в интернете, блядь, муравьи же вредные. Ну, как бы. Дегтем намазал тряпочку и завязал. На всех деревьях позавязал тоже ничего. А я на всех снял как-то раньше. Что-то делаю, раз, отвязал, выкинул. Я говорю, херня все-то. А на нем забыл и затянуто было. И вот такой стал. Стянуло. Стянуло его весной, осенью укрывать. А он у меня, я только наклонил, слышу, затрещало. Он прям вот такой тоненький был. И в этом месте обломился. А жил он у меня года три-четыре. Он свел уже, один раз свел, но плодов не было. Ну, в общем, так, персик вас замерзнет рано или поздно, если не будет укрыт чем-то. У меня укрытие отличное. Ладно, теперь. Ну, Латинков говорит, еще и по гору садите. Слива, видимо, это сувенирово столько понес он. Да. В горшке он нес. Но это может выдержать, если только однажды перевалить за 45. А 45 она снега. Вот у меня такая же, это, из ваших косточек стоят. Но они еще не плодоносили. Ну, правда, вот такие же ветки. Ну, три-четыре ветки вот такие уже. И не замерзают они нифига им. Хоть бы подмерзли они бы. Хорошо, зима какая была? Вот это плохая зима была. Нет, градус самая низкая. 50. Даже за 50. Слушайте, у меня валидола с собой нету. Ну, вот жена, у жены спросите. Вот та зима за 50 у нас была. Все, ладно, я выключаю камеру. А если скажут, что мы с вами этот разговор подделали. Пойдем. Что вы за... Вот эта зима ничего была. Та зима какая у нас, сколько было градусов? Вот та зима была мощная, когда. 56. 56? Ну, пожалуйста. Я наречанин. Он не стал снимать. Я, говорит, не буду снимать. Нам, говорит, не поверят. Это, говорит, поддела. Ну, что у нас не замерзло ничего. 56 было градусов. Абрикосы стоят, сливы стоят. Все остальное. Ну, я понимаю, ну, сказали бы 45. 56. Ну, я сейчас как следователь. Давно не было. В том году были, да, такие морозы. В том, позапрошлый был. Так, хочется сказать, смотреть в глазу. Несколько дней. Ну, ладно. Я надеюсь поверят, что то, о чем мы говорим, это не постановочные кадры. Очень надеюсь. Я вас вижу первый раз. А нам тоже никто не верит. Вот тот телефон поменял. У меня, правда, на сланцевой форме яблоки. Вот такие яблоки были. Ну, сланцевые. Но она пропала. Вот года три плодоносила. И что, заболела, заболела вот так. А сейчас по всей Сибири идет. Вот, заболела и все. А вот в этом году первый год сланцевая зацвела. Тоже там, ну, штук 20-30 яблок есть. Тоже крупные яблоки. Вот видите, саженцы Сережкины. А на рынке уже раковые продают. Уже не соедините это. Не просто деревья гибнут. Вот вон. Саженцы яблони с раком продают. Вот у Сани, у Сани же рак, я ему говорю. Такая, вот она говорит, бабушки приезжают. В общем, нас заразили. Выдерживают 50-ти градусные морозы. Вот это мелба, да? Вот. И уже я обнаружил по окрестности. Вот я еду. Да что там обнаруживать? Три-четыре года назад деревья зазеленели. Одни яблони стоят мертвые. По всей, знаете, как вокруг мертвые стоят. Вот. По всем дорогам проехал. Вода и майна, все, и страшно. Завезли нам эту болезнь, конечно, с юга. А они еще и не лечат. Вот сейчас. Ну, это ладно. Эти постоянно приходится обеззараживать. То есть, обеззараживать этим самым медным купоросом. Я каждый день брызгаю. Это я уже все. Это его работа. У меня груши болеют. Это моя школа. Он все будет опрыскивать, опрыскивать. Все правильно, моя школа. Все лето брызгаю. Сейчас даже опрыскиватель купил такой вот на спину. Одевает его и ходит. Ну, ясно. Это еще маленькие пошли. А вот сейчас декоративные заболели. Тоже брызгал, брызгал. Но декоративные хрен с ними. Не очень-то жалко. Красивые. Ну, ладно. Они не вымерзают у нас. Вот здоровые стоят декоративные. Так. Люди ж не поверят, что вы держали в 56. Перекреститься можете? Нет. Теперь поверят. С такими вещами не шутят. Все. Благодарю за внимание. У вас свои дела. Спасибо. А мне свои на траву косить. Подожди. Илюха мне не подошел.